Это студия 7, с вами по-прежнему Нурлана Анарбаев, Алтен Камшиев и Агуль Курманова. И новость нонсенс. Позвольте зачитать. Давай. Депутат Джугурху Кенеша О.Думшенко. Цитирую. Избиратели говорят нехорошие слова про состояние дорог в Бишкеке. Делится с нами Аки Пресс. Как фамилия этого депутата? Думшенко. Мне кажется, этому депутату имеет смысл принять участие в программе «Битва экстрасенсов». Такие нереальные вещи говорит. Здесь свет на многое, прям, да? Все рассказал. Не, ну, кстати, это не совсем правда. Вот не все же говорят прям «нехорошие слова». Давайте все-таки посмотрим, что думают на этот счет сами горожане. Какое ваше мнение о состоянии наших дорог? Не, ну, сейчас нормально стали что-то делать, то там, то там. Ну, я думаю, что их нужно немножко подремонтировать. Отличные дороги. Современные, модернизированные. По нашим дорогам невозможно ездить. Везде убитые дороги. Я думаю, стрёмные у нас дороги. Отвратительные. Еще вот такой. Извините, пожалуйста. А у меня новость из категории «Удивительное рядом». Читаю. Узбекистан будет производить планшеты. Планшеты будут производиться совместным узбекско-индийским предприятием. И вот мы видим на фотографии того самого узбека-индуса, который держит в руках тот самый планшет. Теперь планшет будет называться «Ойпад». А вот в следующей нашей рубрике я бы дала название «Ох уж, это пенсия». В Диаильском районе пенсионер вырастил в огороде 263 куста опиумного мака. Ух ты. Вот так. Откуда эта новость? Прямо с доски почета какой-то? Сношенькой хвастовство. Ну, в самом деле, нарушитель задержан. Примерный вес изъятых кустов составил 8 килограммов 270 граммов. Это делится с нами радостью Аки Пресс. Ну, не знаю, кто там с тобой радостью этой делится. Видимо, пенсионер ни с кем не хотел делиться этой радостью. Не, ну, на самом деле, вы же не знаете всех деталей, правильно? Ну, вообще да. Он все-таки пенсионер. Пенсии сами знаете, какие у нас. А вот в то же самое время в европейских странах, чтобы не ошибиться, в европейской медицине опи подвергается переработке для излечения алкалоидов и изготовления болеутоляющих, успокаивающих, противосудорожных и снотворных средств, а кроме того и при желудочных заболеваниях. Слушайте, а ведь действительно, а может, дедуля просто самолечением занимался? Пойду-ка я полечусь, что ли? Ну, вообще, на самом деле, в пищевой промышленности семена мака используются, правильно? Булочки посыпают. Просто булочек решил напечь, да? Раскнули в нем кулинар такой, да, в 76 лет, вдруг. Да. В общем, милицейский произвол по-другому не назовешь. Давайте пожелаем пенсионеру крепкого здоровья и успехов. И веселой старости. А у меня, друзья мои, горячая новость. Может быть, жидкая? Сейчас увидишь. На пересечении улиц Ибраимова и Кулатова прорвало водопровод. Мощная струя воды, сбив крышку люка, поднялась на несколько метров, затруднив движение транспорта. У меня есть видео. Больше всех пострадал хозяин ближайшей автомойки. Тут за одну машину 200 сомов платят, а здесь, получается, бесплатно проехал. И не только кузов помыл, а еще и подзон снизу, да? Да нет же, вы вообще о чем? Вы же видео с самого начала не смотрели. Давайте с самого начала посмотрим. А давайте? Вот Эприл О'Нил как раз по Кулату передвигалась, а там, короче, Шредер как раз на Ибраимов вылетает, а там же односторонние. Ну вот они, короче, решили срезать, и там через люк, короче, понимаешь? Продолжим. Продолжим. Да, давай лучше продолжим. Через некоторое время люк закрыли проезжающие мимо работники мэрии Бишкека. А, точно, тут же мэрия замешана. Вспомнили, как при Наримане Телеве фонтаны строили и решили такую свою бюджетную версию предложить. Я думаю, что на самом деле это совпадение. В мэрии тоже нормальные люди работают. Среагировали, приехали, вовремя закрыли. Не, ну, приезжают такие на работу и мокрые. А их спрашивают, а что вы мокрые? А они как, давай эту историю взахлеб рассказывать. Да, вечно, да, черепашки-ниндзя напакостят, а сотрудники мэрии все разгребают. Нурланд, тебе срочно надо отключить кабельное. Ну и, пожалуй, заключительное. На сегодня новость об этой стороной, которую мы просто не могли. В поле зрения наши любимые сотрудники ДПС. У сотрудников ДПС осталось 24 радара. 24? Ура! Я очень рад. Хорошо, хорошо, да? Да. Да ты да слушай. Начальник ДПС МВД Таланбек Исаев запретил своим подчиненным использовать радары «Сокол» и «Беркут» для фиксации превышения скорости транспортных средств. По его словам, теперь сотрудники ДПС должны использовать только радары марки «Визирь». Радары «Визирь» фиксирует еще и фотофиксатор. У старых радаров такой функции не было, и водители часто жаловались на это. О, то есть нас все это время обманывали, получается? Да, получается, теперь не будет такой ситуации. Вы превышили скорость. Это не моя скорость. Это не моя скорость. Ну как не ваша? Вот же тут, вот летите 100 км в час. Где? Извините, удачные, други. Не, я просто сейчас ближайшему сотруднику ДПС подъеду, скажу, «Вот, верните мне все штрафы». Хотя можно, да. Это уже интересно. Не речи восстановлю. Феном своим, что ли? Феном. Раз осталось всего 24 радара, то у Талантбека Исаева работа стала гораздо легче. Да, вышел проект с 21, 22, 23, 24. О, все на месте. Слушай, а мне кажется, наоборот, эти все фотофиксаторы будут отвлекать ДПСников от их основной работы. Они будут говорить «О, тормозни, тормозни». Слушай бы, свутай меня с этим праздником. На фоне это, я не знаю, почему. А в Инстаграме сколько фоток появится этих сотрудников ДПС в клубах? В туалете. Ну, это три. Ну, это, мне кажется, такая ситуация, как раньше с телефонами. Помните, были у всех обычные телефоны? Потом появились телефоны с фотокамерами, и обычные вышли из моды. Ну, уже такие не в теме. Значит, можно надеяться, что в очень скором времени появятся радары с Wi-Fi и с Bluetooth. Куда, интересно, старые радары делают-то? Ну, как куда? Старые бабушкам отдадут. Или в ЦУМ на первом этаже. Увидимся после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова